Смотрите в итоговом выпуске новостей. Восточный выезд в Уфе откроют без дороги до Галли. Как тогда туда попасть? Хабиров встретился с жителями деревень и золотодобытчиками. Что из этого вышло? 65 лет назад в Башкирии обнаружили рисунки древних людей. Кто открыл Капову пещеру? Радий Хабиров поблагодарил полицию за пресечение беспорядков и экстремизмов Башкирии. На дороге смерти Пудуфой произошло 5 аварий за 10 дней. Что делать? В Уфе кота выбросили с 8 этажа. Животное спасли, ведется проверка. Радий Хабиров принял участие в заседании коллегии МВД по Башкирии. На нем полицейские подвели итоги своей работы за прошлый год. Как отметил министр внутренних дел по республике Александр Притко, правоохранители работают и за пределами нашего региона. Как было заявлено в докладе, за прошедший год уменьшилось число зарегистрированных фактов в причинении чашкового вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности. Снизилась уличная и бытовая преступность. Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто около 26 тысяч преступных деяний, в том числе более 5,5 тысяч чашких и особо чашких. Дальше речь зашла о коррупции, нарушениях миграционного законодательства и незаконном обороте наркотиков. Глава Башкирии в своем докладе поблагодарил полицейских за проделанную работу, а также рассказал о преступлениях с территории недружественных государств, а именно в сфере информационных технологий. Ясно надо понимать, что мы с вами имеем дело с очень коварным, с очень сильным и опытным противником. Этот противник находится не у нас. Большинство преступлений администрируется и проводится с территории враждебного государства. Тем не менее, абсолютно согласен с вами с тем, что действительно нужно усиливать нашу работу в части пропагандистской разъяснительной работы. В Башкористане очень много сельского населения. Люди, как правило, там довольно неискушенные и часто являются объектами подобных мошеннических схем. Также Хабиров отметил работу МВД в борьбе с урогатным алкоголем и смертностью на дорогах региона. Отдельно глава Башкирии упомянул участие полицейских в пресечении массовых беспорядков и экстремизма в республике. Прошедший год был довольно спокойный, несмотря на то, что мы постоянно находились под атакой враждебных нам сил, которые администрируются западом агрессивно. В этом году я хотел, тем не менее, то тебе не подводим итоги за это, хотел выразить слова благодарности за эффективную работу по пресечению массовых беспорядков и проявлению радикального экстремизма. Мы сами ясно понимаем, что выращенные многолетние корни радикального экстремизма в рамках очень решительных действий как МВД, так и других правоохранительных структур нам удается подрубить. Это очень серьезное решение. В политическом плане я своим коллегам сказал и обществу, что мы входим в новую фазу развития республики Башкористан, где не будет больше постоянного шантажа давления со стороны радикальных структур. Ради Хабиров призвал проявить дисциплинированность, эффективность и профессионализм в преддверии выборов президента России. Глава Башкирия отметил, что впереди много масштабных событий, в том числе празднование юбилея Уфы, которые надо эффективно отработать. Руководитель региона также вручил государственные награды Башкирии. Кот лежал вот тут. Состояние у него было плачевное. Мы думали, он сломал лапы, потому что он очень страшно лежал. Мы его аккуратно подняли, он был весь в крови. 28 января. Под окнами одной из демских многоэтажек обнаружили раненого кота. Падение не запечатлели ни камеры, ни взгляд прохожих. Котенок повредил две лапки, не мог подняться, а сил не осталось даже, чтобы мяукать, говорят его спасительницы, сотрудницы местного барбершопа. Я находилась на выходном, то есть дома, и в рабочем чате я увидела фотографию котика, который лежал на снегу. Там была, как бы, сказать информация о том, что его сбросили с восьмого этажа. После этого сообщения я приехала, пообщалась с коллегами, и они рассказали то, что вот подобрали котика, и на данный момент он находится у нас в барбершопе. Котенка сразу повезли в ветеринарную клинику. Деньги на это выделил владелец барбершопа. Там ему сделали уколы, обработали раны и дали рекомендации по дальнейшему уходу. Ну, сказали то, что, возможно, он придет в хорошее состояние, единственное, он будет ходить, конечно, под себя, но на данный момент ему намного лучше. Кроме того, ветеринарной клинике сообщили, что не все раны котенок получил при падении. Передние лапы малыша были обожжены, и, как рассказывают девушки, либо кот сам прыгнул на раскаленную плиту, либо бывший хозяин решил таким образом проучить животное. Ласковый вылезает, как бы, чтобы его погладили. Хороший котенок. Пока неизвестно, выбросили ли котенка из окна, или же он выпал сам. Узнать подробнее о произошедшем мы решили у жильцов дома. У нас в чате писали, что кто-то выбросил Катая. Вот только я по чату могу вам это сказать. Мы попробовали обойти почти все квартиры в подъезде, но мало кто из соседей пошел на контакт с нами. И информацию о том, кто же мог скинуть кота, нам так и не поведали. Но вот девушкам из барбершопа местный житель рассказал о своем знакомстве с соседом. Мужчина со второго, либо с третьего этажа, не помню точно, сказал то, что это не первый случай. То есть мужчина, он был в состоянии алкогольного опьянения, дверь он не открывал. Мужчина хотел подняться и набить ему морду, как он сказал. Вот, кота уже второго он выкидывает. Случай с демским котом далеко не единственный. Жестокое обращение с животными, к сожалению, не редкая ситуация. Другая история, вызвавшая большой резонанс в обществе, история кота Твикса, которого вышвырнули с поезда. Тогда, после поднявшегося шума в соцсетях, прокуратура и руководство РЖД все-таки решили наказать проводницу и пересмотрели правила перевозки животных. Как рассказали сотрудники барбершопа, утром 29 января к ним в салон пришел участковый. Он узнавал, что произошло и записал их свидетельства. В МВД по Башкирии нам сообщили, что обращение зарегистрировано и сейчас проводится проверка. Возможно, тот, кто сделал это с котом, будет найден и наказан. Но сейчас жестокое обращение с животными часто остается безнаказанным. Исключение в случае, который вызвали общественный резонанс. Мы, конечно, подыскиваем хозяин, но директор, он сказал то, что мы хотим оставить его себе. Алсу Гумерова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ В Уфе подходят к концу работы по возведению восточного выезда. Магистраль соединит федеральные трассы М5 и М7. Это целый инфраструктурный комплекс с мостом и тоннелем. Часть строительства пройдет по городской территории. Речь идет о планируемой дороге, которая свяжет улицу города Галли с тоннелем восточного выезда, а также о развязке на проспекте Салавата-Юлаева. Сам проект состоит из четырех этапов. Четвертый этап это завершили мы еще в 2021 году. Это был капитальный ремонт участка улицы города Галли, проспекта Октября до улицы Комсомольская. Второй этап это объект подразумевает, получается, заезды в восточный портал. Это два съезда, третий и четвертый, как раз таки, которые позволяют заехать в восточный выезд и выехать из него на проспект Салавата-Юлаева. Первый этап это место сопряжения от перекрестка улиц имени города Галли до самого путепровода. Сам восточный выезд, по данным Минтранса Башкирии, планируют запустить в первом квартале 2024 года. А вот участок от улицы Комсомольской до проспекта Салавата-Юлаева сдадут только в 2025-м. А пока выполнен ремонт самого путепровода и, как утверждают в мэрии, построены пять съездов. В администрации Уфы нам сообщили, что уже снесено больше половины домов частного сектора. На месте этих зданий будет дорога. В марте мэрия продолжит изъятие земельных участков. Работы ведутся в части как раз таки выкупа земельных участков. На сегодняшний день основное количество вопросов решены. Но также есть такие жители, которые не согласны с оценкой экспертизы именно в части земельных участков. Соответственно, мы с ними в судебном решении находимся. Точной даты начала строительства будущей улицы нет. Как сообщил наш собеседник из мэрии, согласно проектной документации, под возведение будущей дороги отдадут часть улицы Казанской. Впрочем, восточный выезд запустят, не дожидаясь строительства дороги от улицы Гали до тоннеля. Заезды и съезды оборудованы на проспекте Салавата-Юлаева. Для того, чтобы жители города могли попасть на восточный выезд, им необходимо воспользоваться съездом, который при подъеме именно в эту сторону. Соответственно, северную часть они могут воспользоваться боковым проездом и уйти в северную часть города. Для того, чтобы уже те водители транспортных средств, кому необходимо попасть в южную часть, они проезжают прямо и уходят налево, и по съезду спускаются в направлении монумента дружбы. Для тех жителей, кому необходимо попасть в восточный выезд со стороны северного части города, они также проезжают сам путепровод и поднимаются в этом направлении в сторону восточного выезда. Уже после ввода в эксплуатацию дороги до улицы Гали весь комплекс восточного выезда заработает на 100%. Рустам Нурешев, Розиль Юлдажбаев и Роман Нагуманов. Телеканал ЮТВ. Только за последние 10 дней на этом повороте произошло 5 ДТП, а за 15 лет здесь погибло 3 человека. Но другого проезда в деревню Грибовка на северо-востоке Уфимского района и в соседние сады просто нет. Люди, живущие здесь, вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью. Ну это очень опасный поворот под мостом. Машины постоянно слетают. Я сам один раз, чтобы в девятку не врезаться, девятка вылетала, с той стороны я ехал с Грибовки непосредственно. Девятка летела, чтобы не врезаться. Это вот по осени было. Я вправо прижался, но меня стащило туда, в Таушку. Но не перевернулся. Потом пацаны у меня приехали, мне нужно было бетон заливать. И миксер пришел, меня вытащили с Камаза, на Камазе. Меня назад выдернули. И здесь буквально в день по одной-две аварии происходят. В деревне Грибовка круглогодично живет около двухсот семей. Несколько лет назад тут начали строить коттеджный поселок, Уфимская губерния. И дорожный трафик, по словам местных, стал еще плотнее. Главная проблема этой дороги – крутой поворот после спуска, на котором нет ни предупреждающих знаков, ни ограждений. Особенно проблема обостряется зимой. В гололед машины просто не успевают вписаться в поворот и слетают прямо в реку. Но и в теплое время года ситуацию на этой дороге нельзя назвать образцовой. Иногда река Таушка выходит из берегов, и вода полностью заливает проезд. Не проехать вообще. Вообще не проехать, не пройти никак. И кто рисковал, они уплывали просто на машинах. Кто рисковал по разлившейся речке проехать, просто их уносило. По оценкам жителей, по этой дороге каждый час проезжает около 200 машин. В том числе школьные автобусы, скорая и грузовые автомобили. Под весом последних полотно разбивается еще сильнее. Когда, конечно, разливалась речка Таушка, мы полностью оказывались отрезанными. Вот как альтернативу мы предлагали дорогу через Коронашпан или через АллатРу, но сказали, что пока все это сделать невозможно. То есть нас как бы не слышат. До ближайшей автобусной остановки можно добраться и пешком. Так в речку, конечно, не улетишь, но за жизнь и здоровье все же страшно, говорят местные. Идти до ближайшей остановки общественного транспорта местным жителям приходится либо по проезжей части, либо переходить железнодорожные пути. И чтобы их пройти, нужно подняться по вот этому вот склону. Я просто качусь вниз, я не иду. Когда у нас разливаются, опять-таки возвращаясь к разливу речки, они с этими детьми вот так вот через железную дорогу идут пешком, и чтобы попасть куда-то в поликлинику, куда-то на остановку, поэтому очень тяжело. Сейчас жители пишут письма и собирают подписи. Просят хотя бы сделать ограждение на дороге под мостом. Предыдущие попытки получить помощь от властей не увенчались успехом, рассказывают наши собеседники. Мы писали, мы скидывали фотографии, что помогите нам, пожалуйста, эта речка, она очень опасная. Нет технических условий. Нет технических условий. Вот что вмещает в себя нет технических условий, мы, естественно, мы простые жители, мы этого не знаем. Аккаунт администрации Уфимского района ответил на жалобы жителей в Телеграм. До конца недели властями запланировано провести совещание совместно с властями Кирилловского сельсовета, представителями индустриального парка и управления дорожного хозяйства Башкирии по вопросу улучшения соответствующей или организации альтернативной подъездной дороги к деревне Грибовка. ЮТВ тоже связались с администрацией, но ответа пока не получили. Алсу Гумерова, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ Глава Башкирии ради Хабиров провел день в Училинском районе. Главная цель поездки – проверить работу недропользователей. В последнее время недобросовестная добыча золота в башкирском Заурале вызывала недовольство местных жителей, которые нередко выражали его в форме протестов. Первой деревней, которую посетил Хабиров, стала Поляковка. Здесь находится одна из золотодобывающих компаний – Карана Александровская. Она работает всего полгода, но, по словам местных жителей, ее руководство уже успело найти с ними общий язык. Появились новые рабочие места для жителей деревни. Это добросовестный недровый пользователь у нас, как говорится. Мы тоже хотим его поддержать сегодня, чтобы у него работа развивалась. И вот действительно, вот он как приехал, весной, мае месяц, скажем, да, вот уже много для села Ванисенкова уже сделано. Игровая площадка, хоккейная коробка. У нас там есть памятник освобождения крепостного права. Всю жизнь там был деревянный забор, но благодаря ему у нас сейчас там кованы ограждения. А вот компанию «Утлыкташ» местные жители назвали недобросовестной. С ней Хабиров пообещал разобраться и отправился в другую деревню – Абзаково. Тут жители тоже переживают за свою землю. Главный их страх – новая золотодобывающая компания оставит после себя. Лунный ландшафт. Лунный ландшафт, как вы говорите, да, такого здесь не будет. Здесь даже сейчас пройдем, видите, здесь ни одних отвалов, ничего здесь нет. Признаки нарушений есть, поэтому мы вам отправляли эту информацию. У седьмого цеха действительно были выявлены нарушения. Отсутствует договор на перевод земельного участка из одной категории в другую. По словам вице-премьера Башкири Азамата Абдрахманова, под видом геологического изучения компания уже начала разрабатывать участок без необходимых разрешений. Люди вышли, вот пока вот столько, а потом выйдет столько, что заметить не успеете, здесь тысяча людей будет. Вы поэтому как-то понимаете, я так понимаю, мы сегодня будем. Если нарушения есть, мы прекращать лицензию будем работать и все. Жители Абзакова жалуются и на другие проблемы. Прежний фельдшер ушла на пенсию. И теперь ФАП пустует, а новый врач пока не нашелся. Ну, проблемы есть. Для этого вот филиал медколледжа открыли с Белорецка, чтобы своих готовить. Вот в прошлом году только открыли. Первый набор набрали 25 человек на переподготовку. И основная задача была с 9-го, с 11-го подобрать. В этом году еще взяли 50 человек, да. Местных специалистов, конечно, ищут, но проблема в другом. Плохая дорога, которая соединяет деревню с крупными населенными пунктами. Фельдшеры пробовали ездить на работу оттуда, но из-за отсутствия асфальта увольнялись. Лишить эту проблему власти пока не могут. Асфальт пока аксайюбиндом. А проблемы с недобросовестной золотодобычей Хабиров планируют решить. Причем, как можно скорее. Проблема эта стала уже, перешла все возможные рамки. Жители, вы видите, как не подъедешься в село, везде люди выходят. И первый вопрос, когда это безобразие кончится. Мы многое уже сделали за это пару лет. Вы представляете, из 60 порядка лицензии мы уже 13 прекратили. Значит, самое главное, мы с федеральным агентством по недропользованию договорились. Я им объяснил, я говорю, давайте мы пока это остановим, пока не наведем порядок. Поэтому до 30-го года моратория. Мы никому больше лицензии на разработку золота рассыпным образом не даем. Также Ради Хабиров посетил Училинский колледж горной промышленности, обновленный дом молодежи и осмотрел стройплощадку хирургического корпуса Училинской ЦРБ. Закончить работу здесь планируют в 2025 году. Глава Башкирии остался доволен поездкой и обещал, что скоро все будут ходить строем. Мы прошлись по проблеме добычи золота рассыпным образом. Людей очень сильно нервирует. Вот мы посмотрели пару карьеров, как работают. Мы здесь начали наводить порядок поступательно, спокойно. Мы здесь в течение какого-то довольно быстрого времени, год-два, все будут ходить строем. Я имею в виду вот эти недропользователи. И будут выполнять требования закона, по закону все разрабатывать. 65 лет назад в Башкирии впервые обнаружили рисунки древних людей на стенах пещеры Шульганташ, она же Капова. Это было сенсацией чуть ли не во всем мире, рассказывает нам Владислав Житинев, который руководит Южноуральской археологической экспедицией МГУ. А сами рисунки открыл в 1959 году историк из Москвы Александр Рюмин. Но есть точка зрения, которая была в том числе и, судя по оговоркам, самого Рюмина. Это возможно, что он нашел чуть раньше. Но в январе 1959 года он окончательно убедился. Все мы понимаем, что пещере холодно, мокро, но самое главное – темно. И, естественно, тем фонарей давали очень мало свет. И поиск был очень тяжелый. Ему требовался хороший свет. И только после того, как с помощью неравнодушных местных жителей ему удалось затащить небольшой, но хороший свет в пещеру, он убедился в своей правоте, что он действительно нашел рисунок. Александр Рюмин начал публиковаться в научных изданиях. И тогда у ученого возникает конфликт с Институтом археологии СССР. Его представители усомнились в заявлениях историка. По их словам, перед тем, как такое утверждать, необходимо проверить пещеру с участием ведущих специалистов. И поэтому в Башкирию отправляется экспедиция. Ее возглавил археолог Отто Бадар. Иотто Николаевич Бадар на первом этаже пещеры, я напомню, что Капова пещера, который стоит из трех этажей. Нижний этаж занят подземной рекой, поэтому там никогда не был человек, кроме современных дает. А вот средний и верхний этажи, там есть следы разнообразного посещения людей. И на первом этаже Отто Николаевич Бадар не находит подтверждений заявления Рюмин. С большим трудом Отто Бадар поднимается по вертикальному 13-метровому колодцу на верхний этаж Каповой пещеры. Он уже потерял надежду найти хоть какое-то подтверждение слов Александра Рюмина. В глубине души он мечтал, что утверждение его коллеги о настенных рисунках правда. Руки опускаются как у него, так и у его сопровождающих. И вдруг случается чудо. На одной из стен он видит изображение лошади. Настоящий, в том стиле, нарисованный так же, как в палеолите. Крыленный он начинает внимательно осматривать, с очень тусклым светом, конечно, но видит изображение мамонта. Он четко определил по тем изображениям, которые видел он, что это палеолитический, то есть ледникового периода настенные рисунки. По сей день исследования Каповой пещеры продолжаются. Каждый год в Бурзянский район Башкирии из Москвы приезжает Владислав Житинев. И на первый взгляд, вроде все уже изучено вдоль и поперек. Однако есть моменты, на которые раньше не обращали внимания предыдущие поколения исследователей. Просто методики целей и задачи науки были немножко другие. Сейчас мы изучаем именно поведение человека в пещере, для того, чтобы, во-первых, ответить на вопрос, что он там делал. И мы видим, что человек там не жил. Скорее всего, пещера, это было неким подземным святилищем, где люди не только исполняли какие-то ритуалы, и не столько рисовали. Сколько собирались раз в определенный промежуток времени, 5-7 лет, и обсуждали очень важные социальные вопросы. Какой именно смысл несут наскальные рисунки как в Каповой пещере, так и в других, вопрос, на который нет ответа. Однако они точно свидетельствуют о наличии культуры у людей того времени. Человек не рисовал объемно, как мы сейчас сказали, 3D-моделировал образ животного, который он хотел изобразить. И это, конечно, говорит о очень большом, очень глубоком масштабном таланте людей, которые рисовали. Это не детские рисунки, палка-палка-гуречек получился человечек. Нет, это высоко профессиональные нарисованные фигуры, образы. И мы видим, что среди тех, кто рисовал, безусловно, были настолько творческие люди, что и мы, отечественные ученые, и наши зарубежные коллеги, совершенно не стесняясь называемых мировыми художниками первого круга. Вот это люди такого масштабного таланта. По последним данным, в Каповой пещере обнаружено более 200 рисунков. И практически каждый сезон археологи продолжают их находить. А летом 22-го года в Бурзианском районе открылся музей-заповедник пещера Шульганташ, где есть точные копии настенных рисунков. Я имею травматический пистолет, на который имею разрешение Роха. Суть своего дра. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Конечно.